Политическое долголетие. В декабрь 2019-го председатель Госдумы поздравляет Владимира Жириновского с 30-летним юбилеем его партии. Крайне важно, чтобы в партийной системе была конкуренция. Эта конкуренция стала нарождаться 30 лет назад, и как раз Владимир Вольфович Жириновский был тем человеком, который инициировал эти изменения. В 1989 году Жириновский создал первую за 70 лет коммунизма легальную оппозицию правящей власти. Мы все время были за СССР, за Россию, мы занимали патриотическую нишу, в чем-то мы соглашались с другими партиями, в чем-то мы спорили, но мы ни разу не провели ни одного запрещенного митинга. Мы нигде никого не вывели как сопротивление власти, ни одной капли крови. А противникам доставалось. Жириновский никогда не стеснялся в выражениях. Дядя Джо и дядя Сэн, как придете сюда, так обратно оглохли повернете, и туда пойдете. Вместе с камбургами, вашими порнофильмами, чернухой вашей, свачками, пепсиколой. С лозунгом «Я буду защищать русских» он ворвался в политику 40-летним. И спустя десятилетия остался верен себе. Дайте русским столько же, сколько другим. Мы не говорим дать больше. Вы же русский парламент, русские депутаты. Указать в Конституции роль русского народа. Мы, русские и другие народы России. Прошлое, настоящее и будущее русской нации – тема его докторской диссертации. И фактически сфера деятельности. Специализация стал самого студенчества и Ближний Восток. Я занимаюсь этой проблемой, этим регионом 55 лет. Я встречался со всеми. Из Кадапи, Саддам Хусейн, Мобарик, Корзаев, президент Афганистана. Со всеми встречался. И часами беседовал, разговаривал. Я уговорил Саддама Хусейна заключить торговый договор с нами. На 3 миллиарда долларов никогда никто этого не сделал. Харизматичный, неординарный и неоднозначный. Первый политик со своим именным товарным знаком. Водка Жириновский, одеколон Жириновский, чай Жириновский. Он эпатировал и словом, и делом. Жириновский привлекал внимание, но не только к себе и к проблемам. Вот он в 2014-м в камуфляжной форме за трибуной Госдумы. Почему я эту форму одел? Мы увидели, как все руководство самозванцы хунта на Украине переоделись. Они всему миру показывают, что они якобы готовы к силовым действиям. А в 2020-м призывает простить россиянам все долги по кредитам. Мы с удовольствием поддержали бы ликвидацию всех микрофинансовых организаций. В декабре 2021-го пророчат развитие ситуации по Донбассу. Тогда мы можем принять другую программу. А какую вы почувствуете? 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских спирал в Донбассе, а потом в западной России. В 91-м более 6 миллионов россиян впервые отдали ему свои голоса в борьбе за пост президента РСФСР. Третье место на выборах. Выше так и не поднялся, но попыток не прекращал. Шестикратный кандидат в президенты России. Депутат Госдумы всех созывов. Идеолог, бессменный руководитель и символ ЛДПР. В этом году у меня 50 лет трудового стажа. Я работаю без выходных, без отпуска. Работаю на благо наших граждан. За заслуги в укреплении российской государственности и активную законотворческую деятельность Владимиру Жириновскому присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Жириновский написал прогноз развития России на 20 лет. Запечатанную капсулу хранят в Музее современной истории России до 2036 года. Впрочем, на прогнозы он не скупился. Британская монархия должна рухнуть и Америка перейти к парламентской республике. Мы, как всегда, последние перейдем к парламентской республике. Европа вся будет перегорожена колючей проволокой. Все будут избавляться от иммигрантов этих, мигрантов. А весь Ближний Восток будет избавляться от американских войск и других войск. Центробанк должен быть подчинен Государственной Думе. Комитет по бюджете, оппозиционные партии. Сразу дела пойдут лучше. Что сбудется, сам он уже не узнает. Ну, я надеюсь, в ближайшие 10 лет они вот здесь все стоят. Появится из них тот, кто меня заменит. Кто меня заменит? То есть демократия. Я заканчиваю демократия, чтобы все развивалось, чтобы мы в положительном формате. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok